Ну что, показать вам шоу? Друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Яна. Вы находитесь на канале Мотлу Тревел. Ну, друзья, конечно, по традиции подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я вам показываю отели. Смотрите, на пляже есть душ, есть кабинка такая старенькая для переодевания. Вот такой пирс сразу. Смотрите, вот можно спускаться по лесенке вот сюда и здесь купаться. С видом, но на оранж-кантри. На отель, конечно, большой. Гранада отель. Друзья, ну просто красота. Вот просто даже подышать свежим вот таким воздухом. Морским, морским воздухом. Даже не свежим, а морским. Красота. Смотрите, в конце есть такой вот пирс, по которому можно спускаться и купаться вот там на глубине. Главное, не туда не упасть. Там, конечно, какие-то камни просвечиваются. Но я думаю, что до них очень далеко. В общем, все шезлонги заняты полотенцами, как обычно. Никого нет, но полотенцами все занято. Не ляжешь. Бесполезно. Тут какие-то, видимо, волнорезы затоплены. То есть в этом месте явно не будет никаких волн. Вот и вот всего пляжик отеля. Вот он такой крохотный. Здесь в основном одни турецкие граждане. Конечно, не сравнится ранж-кантри, где очень большой такой пляж. Но он тоже весь, то есть не на песке, а на понтонах. Там граната. Небольшие отели, но такие лакшери. В общем, друзья, я нашла один лежак. Вот так его выдвинула. И пойду сейчас вот туда купаться. Посмотрим. Продолжение следует... В общем, друзья, под ногами здесь песок, и в нем такие как бы камни есть. То есть не совсем ровное такое песчаное пространство. Ну, вода идеальная. Вода, ну, например, непрозрачная, конечно, но зато она такая прям вот очень теплая. Но не чистая. Нечистая тут везде. Вот яхты. Там тоже постоянно отплывают эти, не знаю, скутеры эти водяные. То есть вода здесь такая, не чистая. Непрозрачная я вам показала уже. За вход, вот смотрите, он прям песчаный, такой идеальный, пологий песочек. Смотрите, пончики жарят. Вон там большая очередь стоит. Как всегда люди любят с пылу, с жару. КОНЕЦ Друзья, ну, пляжик очень маленький, конечно, людей очень много. Ну, многие купаются вот там с понтона. Там понтон не такой высокий, как в Каргаджаке, в предыдущем отеле, в котором я была. И все-таки, ну, приятно там купаться. Вода сейчас очень теплая. Можно с понтона. Или у бассейна. Ну, или тут, в принципе, можно найти место. То есть, вот я нашла место, и спокойно можно купаться, загорать. Кто хочет, может и не очень наслаждаться. Друзья, всем добрейшая утречка. О, жарко было очень, конечно, жарко. И, ну, в общем, очень жарко. Нужно быть чуть кондиционер, но я не включала. Ну, все нормально, ничего. Кроватка узенькая. Я не очень люблю. Сейчас, вы знаете, я, короче, иду не на завтрак. Я иду, как все другие нормальные блогеры, занять лежак. Попробовать. Сейчас 7.20 утра. Это какой-то кошмар. Я в общем-то время еще, ну, так, то есть, ну, расканчиваюсь там, смотрю на морюшко, гуляю по номеру. Ну, иду занять, потому что хочется хотя бы полежать, хотя бы пару часов. Хочу, конечно, попробовать, но я думаю, что таких умников, как я, навалом. Ну, по крайней мере, бассейна здесь, ну, по крайней мере, почти все свободно, но бассейн мне не нужен. Я в бассейне купаться не люблю. Так что идем на море. Хочу попробовать сделать так. Надоело мне уже потом, как бедной родственнице, тусоваться. Да, в отеле, конечно, я имею в виду особенно в номере. Вот сама территория, все нормально, то есть, все хорошо, все... Ну, там только, где уже это кафе, где можно чай, кофе пить, там, конечно, немножко, ну, грязно. А вообще территория, действительно, чистая. Ну, номера, это вообще не их сильная сторона. Я потом вчера еще заметила, что там весь пол в этом, ну, душевой был, короче, утоптан каким-то следами. Видимо, помыли, топтали. В общем, не знаю. В общем, ладно, что делать уже. День проходит, но уборка здесь, говорят, не сильная сторона. То есть, давайте посмотрим. Идем, в общем, смотрите. Вот такая дорожка. Классно, мне нравится прям. Не знаю, вот... Ну, я говорю, задешево, вот, если ехать приспособиться, то можно. Конечно, не лакшери, конечно, даже там не вау там, но... Ну, нормально, такое душевное состояние, нормальный отель. Хочу на понтоне, потому что, чтобы там вот искупаться, я недолго в любом случае, то есть, буду там лежать. Поэтому другой еще сможет после меня занять лежак. Тут уже, конечно, больше полотенец. Я думаю, что с вечера еще люди оставляют. Ну, вот в 7.20 утра так вот заняты лежаки. В принципе, не сильно. Давайте посмотрим. Морюшко. Какое-то серое еще. Вот хорошо, оранж-кантри. Практически не заняты лежаки, потому что их очень много. В общем, на дне огромные камни, огромные просто. Вот я не знаю, видно их или нет. И с этой стороны тоже камни-камни. Даже вот, видите, отделено, вот отделен этот буйками пляжик. То есть сюда вот, ближе к пирсу, все в камнях. А там, может быть, нет очищения, скорее всего. Смотрите, видят, с утра пляжик чистят. Я говорю, ну, ухаживают. Конечно, ремонт здесь еще требует полным ходом, но в любом случае хорошо. Номера плохо убирают. Это вот кто говорит, что вы все едите и пьете. Я не знаю, но на всех блогеров, наверное, так троллят. Едите и пьете. Вы же приезжаете в отель, вы же будете и кушать, и пить. А мы же должны вам показать, что вы будете кушать, что вы будете пить. Ну, расскажите, что я должна вам показать тогда, если не еду и не питье. То есть я должна приехать в отель, показать номер, сказать, ну ладно, все, до свидания. Всем спасибо. Все, на этом обзор окончен. Вы же будете и кушать, и вам же важно, что будете кушать вы, что будут кушать ваши дети. То есть, поэтому, конечно, мы и кушаем, и пьем, и пробуем, а что делать. Мы же такие же люди. Естественно, в течение дня у нас есть и обед, и завтрак, и ужин. Но вечером, естественно, если это выходной, можно, например, выпить там пару бокалов вина. Почему нет? Это вино не очень хорошее у меня сегодня так. Ну, то, что я вчера выпила вообще очень мало, очень. Голова такая тяжелая у меня сегодня. Ну, не то, что тяжелая, но как-то так чувствуется, что я вчера выпивала немножко. Хотя совсем чуть-чуть вчера. В общем, ля-карт ресторан, они накрывают здесь же. Вот в этом, где бар у пляжа. Я раньше помню, в Египте я всегда занимала лежак. А в Турции со мной такого не случается. А тут первый раз решила. То ли это проходит, а я еще даже, ну, даже просто не позагорала немножко. Так, урывками какими-то. Посмотрим. Сейчас идем на завтрак. Вот с утра тут картошечка. Панкейки нажарили. Яички уже пожаренные. И вот это, видимо, сырые. Вот здесь жарится. Ну, вот смотрите, сухие завтраки. Молочко. Масло. Сыр такой вот, кто любит. Оливки разные. Йогурты. Сыр. Колбаска. Народу мало. Колбаска. Яички какие-то в чем-то. Колбасный какой-то салатик тоже. Вот еще, смотрите, всякие сыры. Такой, 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 с изюмом. Дизайн. С этой стороны яички вареные. Колбаска. Сосиски. Это мини-мен. То есть яйца с овощами жареные. Это баклажаны с морковкой. Это фарш с яичком. О, вкусно, наверное, должно быть. Это овощи на гриле. Такие-то колбаски завернутые. Картошечка. Брокколи, кто любит с утра. Суджук с сыром. И этот. Ой, барек. Сигароберек. И здесь тоже, смотрите, всякие сухарики даже. Какие-то печенюшки. Сухие завтраки. Вот кто любит шоколад. Варенье. Друзья, смотрите, что у меня получилось. Это суджук. Это вот яичко с фаршем. Это просто яичко. Сыр. И вот две булочки. Они, видимо, творожные такие. Это масло. Единственное, в чем экономят. Смотрите, стаканчики. Нету стеклянных стаканчиков. То есть только картонные на завтрак. Друзья, ну, вы знаете, вкусно на самом деле. Фарш хороший. Напишите еще в комментариях, кто утром встает и выглядит идеально. То есть у кого-то лицо непомятно. А еще, вы знаете, то есть здесь же жара. Здесь же не только пьешь там именно какой-то алкоголь или что-то. То есть пьешь постоянно эту воду. То есть, ну, а вода, естественно, иногда она задерживается. Вот что-то соленое поел, например. А в отеле, например, здесь вот много что соленого. Я дома стараюсь соль, конечно, ограничивать. Но, конечно, этот самый. То есть утром такое. Вид такой. Так себе. Всегда. Ну, не всегда, я имею в виду. Ну, летом особенно. Напишите, кто с утра красавчик. Кто прям вот с идеальной там кожей встает и в разглаженной, и прямо вот неважно, сразу. У тебя только что встало 7.20, сейчас, может быть, 7.40 максимум. Сейчас все будет. Все будет нормально. Люблю его так набирать. В картонный стаканчик. В воду. Вот интересно про любовь детей. Вернее, по любовь турков детям. Вот мужчина второй день с этим ребенком мотается. Маму я так и не видела. И кормит его, и принес. И там и целует. В общем, интересно. Вечером он с ним мотался. Весь вечер. И вот сейчас вот с утра. То есть мамы вообще в проекте нет. Мама спит. Друзья, еще хотела сказать, что слышимость сильная в номерах. Ну, я не могу сказать, что прям совсем, прям как будто рядом. Ну, слышно хорошо. То есть люди там ночью вставали. Я отсюда слышала. Просыпалась. Ну, и вообще как-то слышимость. Да. Потому что семьи большие. В номерах людей много. Вот. И хотелось сказать, что кроватки узенькие, конечно. То есть я вот в связи с тем, что сейчас привыкла спать на балконе на этой узенькой кроватке. Я хоть как-то спала на это. Я обычно сплю на больших кроватях. Люблю. Так что вот. Друзья, мы взяла вот еще панкейки. Попробуем. Это, я не знаю, вишневое, наверное, варенье. Немножко с шоколадом. Пусть у меня все треснет. И кофе. Вот есть магазинчики тут. Можно что-то купить. Там еще сувенирная лавка, мороженое, пиво. А я вот знаете, что не вижу самое интересное? Я не вижу спа. Хотя я обычно же после завтрака всегда спа снимаю, пока люди не набежали. Пойду искать. Но не видела. Ну, в связи с тем, что я так и не нашла спа, хочу тогда показать вам, что за территорией сразу. То есть, может быть, не все с утра, вернее, не все меня сразу понимают, как я иду и что остальное. Вот напротив есть А101. Это такой дешевый супермаркет. Супермаркет. То есть, такой бюджетный он. Там можно... Ну, продуктовый супермаркет. И трасса. Вот. Ничего больше нет. То есть, трасса. И вот только туда, может быть, эти какие-то магазинчики. Ну, вот здесь напротив вот есть вот, видите, сувениры написаны. Рахат-Лукум, текстиль, вино. И супермаркет вот есть А101. Это такой он дешевый сетевой. Страшненький он со стороны. Это отель, конечно. Ну, страшненький. Но внутри как бы, ну, нормальный. Немножко косметический ремонт сделан. Нормально. Вот видите, есть скрытый бассейн. Поэтому вот опять пять звезд. Вот видите, крытый бассейн есть. Значит, отель уже пять звезд будет выглядеть. Здесь такие шезлонги. Вот такой хамам. Посмотрим. Пахнет приятно. Такие вот эти... Как купальни, а не куп. Не знаю, как они называются, если честно. Вот этими штучками наливают воду горячую и поливают. Очень хорошее. Когда моют. Здесь вот кисай-купюк. Пилинг делают. Здесь такой вот камень отдельный какой-то, но он, видимо, не работает. Но красиво все. Вот смотрите, есть сауна. Сауна такая большая. Холодная. Видела девушку сейчас, афроамериканку. С маской. Ну, я имею в виду, маску в руках она держала. Вот эту маску перемешивала. То есть я так думаю, что массаж она тоже делает. Так было бы интересно попасть на массаж. К афроамериканке. Такая приятная, симпатичная, как лоза. Вчера они тоже молодые люди-то эти, которые шоу. Они... И на них бы даже приятнее было без этих всех костюмов смотреть. Такие приятные, симпатичные. У одного там все лицо в татуировках. А этот высокий такой. Тоже этот метис. Симпатичный очень. Люблю мужчину. Что делать? Ну, вот с этой стороны шум от этих. От генераторов. Вот тут тоже такая территория еще. Небольшая тут площадка. То есть у меня еще отличный номер. Шестой этаж с видом на море. Вот здесь вот так вот, например, жить. Ну, можно, конечно. Но нежелательно. Люди вот все живут вон там. Здесь сушится полотенце. Интересно? Вот площадка для большого тенниса. В общем, я везде залезла. По всей территории. Все вам показала. Здесь еще от ресторана. Вот так вот. Есть недалеко детская площадка. Вот видите, дети уже прибежали. Я не успела снять. Видите, как и многие недорогие отели. Они что-то уже вкладывают. Что-то меняют. Но это все не быстро. В общем, так. Вот видите, тут детская такая тоже мини-клуб. Написано «Не входить». Ну, то есть здесь его, по сути, можно сказать, что нет. Там что-то все раздолбано. Знаете, как склад. Пустой домик. Вот такие детские горочки. Ну, они все на этом. На солнышке вот уже с утра. Может, в вторую половину дня уйдут солнышко. Не знаю. Вот такие горочки. Ну, дети вот играют. Можно скатываться. Почему нет? Такое, как бы, не очень новое. Ну, не сказать, что старое. То есть не совсем убитое. Ну, последнее, что я вам еще не показала. Вот. Это горки. Вот такие горки. Причем, видите, у них около горок такие вот прям кровати огромные стоят. Можно отдыхать. Причем их тут вон сколько. Правда, их никто не убирает. Они все в каких-то листьях. То есть захотел сам, убрал. Вот так горки выглядят. Одна большая и одна такая вот на лайте. Ну, они такие основательные. Новые горки достаточно. Потому что такое прям все железное. Все прям такое достаточно новое, как я говорила. А это вот там, смотрите, горки в этом. В Майломы. Ну, конечно, если этот отель стоит, грубо говоря, полторы тысячи лир, то Майломы 6-7 можно за тысячи лир в сутки забронировать. Ну, все, друзья, погнали на пляж. Так что все, мы нормально уже. Глаза уже открылись. Почти до нужного размера. Еще немножко осталось. Сейчас скупаюсь. Ой, приняла душ. Сейчас так хорошо, прелесть прям. Нагулялась. Все вам показала. Такая счастливая-счастливая. Все будете знать у меня. Даже вот туристы вчера я разговаривала с Казахстаном. Они приехали, вы сидите весь день. Ну, правда, у них трое детей, конечно. А я-то все облазила. А сегодня все, что не до облазила, облазила еще утром. Все, с 7 утра. Это, говорит, как называется, что, знаете, кто рано встал, тот к обеду уже заколебался. Вот я из той серии уже, похоже. Ну, иду на пляж. Сейчас у меня полтора часа где-то, наверное, еще есть. Может быть, часа два даже. Я еще позагораю, попробую. Ой, так классно. Так хочу. Мне еще нравится, что во многих вестах в отеле можно попить что-то, например. То есть не обязательно ждать там 10 утра, чтобы что-то открылось. То есть все напитки всю ночь. И как бы, ну, то есть кофе, все там. Вот люди подошли, взяли без проблем. То есть я считаю, что это огромный плюс. Потому что есть отели, ну, много таких отелей, где раньше 10, ты, ну, ничего нигде не попьешь. А здесь в нескольких местах, то есть где удобно, прям все есть. Пожалуйста. Ой, друзья, ну я так классно накупалась. Прям прелесть. Еще хочу. Вода идеальная, конечно. Вот даже она у берега, она такая совсем прямо теплая. А здесь она такая приятная. Ну, градусов, не знаю, мне кажется, 28. Ну, а у берега прям совсем как будто в парное молоко заходишь. Так что классно, нереально. Дети купаются. Вот так там камни, какие-то рыбки, говорят, есть небольшие. Ну, немножко пленка. Не пленка, но везде же вот тут корабли, тут корабли. Немножко пленка есть. Ну, это везде. Она и у Гранады вон там будет. Потому что здесь много транспорта. Рыбки небольшие. Спальчик. Ну, они там под камнями, под темными прячутся. Красота. Кораблики отошли, туристические две штуки. Ну, вот, в принципе, 10 часов сейчас утра. А лежаки еще свободные есть. Так что поэтому все метра не обязательно занимать. Многие очень на пляже здесь с детьми. То есть там только те, кто плавать любят с пирса. Я люблю плавать с пирса, ну, с подушечкой, конечно. Пляж вот так выглядит с утра. Люди купаются. А здесь уже, смотрите, людей кормить собираются. Тут уже фруктики поставили. Уже готовится. Гунайдын. Гунайдын. Нравится мне определенно вот этот фасад. Так аутентично. Как будто ты реально находишься где-то в старом городе. Прям вот полное погружение, такое ощущение. Очень красиво, мне очень нравится. Смотрите. Здесь, говорю, интересно, какие-то плиты стоят. Люди вот так залазят на них и прыгают с этого. Ну, ты давай, ходи. Или прыгают, или плавают, вот так. КОНЕЦ! так вот мне кто-то цапнул видите рука не проходит отек не проходит 10 больно прям сгибать он там какая-то красная штука и на локте тоже самое так уснул мне вчера на этом на улице это из мошек каких-то видимо не знаю какую-то аллергическую реакцию дает друзья но сейчас выезжаем как обычно по традиции резюме под отелем приняла душ такой класс все так хорошо в общем ну не знаю я вот в этом отеле прям отдохнула душой вот знаете вот прям вот релакс релакс несмотря на вот видимые отклонения какие-то минусы но вот от и в отеле отдохнула я реально то есть питание нормальное хорошее можно даже сказать что питание то есть без изысков но такое стабильное все прям все есть все нормальное все вкусное выбор небольшой но все вкусное все хорошее не знаю на мой взгляд все нормально абсолютно с питанием то есть ну такой немножко турецкий на турецкое направление ну как бы извините вы же в турцию приезжаете вот поэтому не знаю пляж вот даже он будет если вы можете там пораньше встать занять этот лежак но это везде так даже в дорогих отелях там не знаю за 200 тысяч там это самое в них тоже нужно будет лежаки эти как-то месяц есть отель и где нужно лежаки занимать ну пляжик просто очень маленькие для этого отеля конечно вот ну вот с понтона понтон очень удобный то есть это перила двух сторон свободно заходишь перженщины там пожилые без проблем совершенно заходит понтон очень удобный и то что там в этом кириберике где прям невозможно было даже такой высокий очень интересный все там царапаться карабкаться по ним неудобно совершенно конечно анимации нету ну шоу такой в меня это сказать вечерний такой ночной там какого-то там как вот например в майлом и там все еще продолжалось продолжалось дискотека наверняка была и все здесь такого конечно нет ну вот я вам все показала очень ну как бы очень наглядно и какие бассейны и в общем по частоте там и по этим по локациям вот то есть такое вот все не знаю я прям вот душой отдохнула несмотря на то что вот отель как бы тоже не новый конечно но вот есть игру какой-то какие-то как это душа отеля не знаю когда объяснить вот у каждого отеля есть какая-то вот своя душа не знаю как это вот рассказать то есть вот каких-то отелях вы чувствуете себя комфортно отдыхаете душой и как бы вот это ваша гармония какая-то каких-то отелях на то что цена может быть будет и ниже например где вы отдохнете а там где то есть не отдохнете цена может быть и выше ну друзья конечно по традиции подписывайтесь на мой канал ставьте лайки я вам показываю отели сейчас не очень дорогие может быть чуть попозже уже подороже в отеле поеду ну потому что сезон заканчивается цены космические немножко спадут вот но в любом случае каждый отель и он имеется его потребителя поэтому смотрим разные отели конечно хочется ездить там у макс роял там может вода мы его например там или еще какие-то отели такого плана к сожалению далеко даже у большинства наверное возможностей таких нет поэтому отели разные показываю вот и очень такой вот приятный отельчик ним небольшой но зелененький то есть все есть такое можно прогуляться а поэтому вот смотрите все показал за территорией все показала не знаю что еще вот все меня спрашивают я на скажите куда можно пойти за территорией я не знаю что вам сказать то есть вот в этого отеля можно сесть на автобус поехать в аланию мимо автобус ходит прогуляться в алании там погулять все посмотреть вернуться можно поехать в манавгат в обратную сторону но у всех отелей абсолютно которые вот между находится между аланий и манавгатом есть ну то есть этот автобус ходит один единственный но ходит часто и на нем можно ехать хоть куда поэтому подписывайтесь на мой канал я всегда всем отвечаю с удовольствием всегда нахожусь в онлайне то есть на все ваши вопросы если нужна какая-то более подробная консультация пишите мне в личку будем договариваться соответственно если нужно просто какую-то на вскидку что-то сказать я с удовольствием отвечу да нет не знаю а какое лучше какую хуже все расскажу отель ну по крайней мере если у вас какой-то выбор есть обращайтесь тоже моей анечке то есть моему турагенту от телефон в описании под каждым видео я оставляю пишите ей на ватсап если хотите будете если хотите бронировать у нее то пожалуйста она будет очень рада то есть мы с ней ну я помогу она вам все забронирует то есть я за нее ручаюсь это мой человечек моя подруга поэтому пожалуйста обращайтесь всех люблю вашая на взгляд на морюшко ну вот у того отеля понтон вот он нам менее удобный вот чем даже вот у нашего отеля вот вот его понтон то есть там две такие лесенки узенькие и они сразу на глубину попадаешь и как быстро они такие узенькие в общем не знаю здесь и гораздо удобнее в общем гораздо удобнее понтон вот так этот майлом и он вообще крохотные вообще вот перед без территории практически